так ну ладно вопрос гостю рахману были ли у вас встречи с хранителями руси теме которые консультировали самого сталина тех кто называет тех кого называет георгий сидоров служители гора вопрос конечно интересный как говорится если серьезно я когда вот первый раз приехал в омск в июне в июле да на это самое на день бога купала в этот в омск и как раз экзамены за первый курс я был заочникам там значит выдавать и я там такую информацию получил что значит эти вот круг ведичей внутренней которые дали информацию для славян арийских вет у них такая позиция что они как бы ну к людям не выйдут у меня это заинтересовало вот и я тогда в общем то сколько мне там 42 года и я там все-таки к ним попал и среди них выглядел как такой этот мальчик даун который вот это случайно забрел в какую-то там эту лесную старушку но там было много интересного они смещаются по реке времени то есть допустим летит какой-то вертолет их видит деревню там это дым идет в тайге в урмане как они говорят ну и там хотят у них устроить призыв в армию но туда наземную экспедицию отправляют а там ничего нет там только это вековые кедры шумят что еще интересного там было книжки большие значит в рост человека из этого не из пергамента из кожи вот письменность ну письменность это корона все светлая буквится вот я спрашивал почему такие большие книжки мне говорили что это сама это не люди были такие большие а вот такой был как бы способ хранения информации ну и самое главное резюме с которыми от них ушел значит то что они к людям не выйдет не выйдут до тех пор пока люди сами как бы не научатся смещать себя ну то есть как в анекдоте будете у нас на колыме заходите таким вот образом как это не фантасмагорично звучит но вот таким вот вот такое мы было у меня было как бы это самое знакомство с этими людьми сергей на яким все таки настаивает сообщит откуда произошел человек конкретно нерасплывчиво зоя общее поддерживает да со вчерашнего дня ждем может все таки ответит дело том что вот этот вопрос сама гносиология этого вопроса она человека в тупик загоняет был такой кстати слова в украине значит эзотерик философ фенерли у него замечательная работа можно найти в интернете называется мир как концепция точка зрения зацикленная сама на себя и сколько себе сколько бы мы люди не задавали себе этот вопрос мы все время будем собой представлять змейку которая кусает тебя за хвост я этот вопрос гоносиологически онтологически решил следующим образом что всему первооснова есть человече то есть мать мира природа мать и все и меня этот вопрос больше как бы это сама не мучает ну что что с того если допустим в книгах тамплиеров написано что рамха озарился светом радости на земле были эти астралопитеки дошла до земли инглия и появились кроманьонцы меня например такое объяснение не устраивает мне больше импонирует то что человек сам является источником всего включая все этой мифологии сигнальных систем и так далее я могу от себя добавить двух словах чтобы легче было воспринимать я вот приводил когда-то пример вот возьмите отрезок километры на этот отрезок мы садим муравья и вот ему объяснить этот километровый отрезок крайне сложно поэтому мы с вами в этом отрезке выбираем всего лишь сантиметр вправо и сантиметр влево и хотя бы давайте на вот этом сантиметре хотя бы немножко определимся очень тяжело для наших человеческих мозгов подыматься очень высоко вверх и очень опускаться низко вниз да вот поэтому хотя бы вот этот отрезок разберем значит в этом отрезке есть десятки видов происхождения так называемого человека это плод и генной инженерии это плод какой-нибудь мутации это упрощенной форме в чеки завоз других людей и вообще происхождение человека именно как происхождение чека мы что вот как у нас идет свой чужой мы визуально ориентируемся но внутреннее наполнение у него может быть абсолютно он не человек то есть те же в упрощенной форме кто смотрел фильм чужие среди нас наглядно показывает что по улицам ходят визуально человеки но внутренние составляющие ничего близко не имеет поэтому здесь вопрос задавать откуда этот скафандр произошел или все-таки сущность человеческая потому что миллиарды миллиарды лет назад в нашей ячейке была кремниевая жизнь и у меня есть ролик который называется когда-то наши сердца были из камня то есть сущности находились грубо говоря в птицах каменных в животных и в тех каменных людях но это я образно говорю смысл того что мы не были из плоти и крови то есть когда программист создает 20 лет назад пиксельную графику то ему приходилось чтобы прорисовать персонажа на экране были текстуры с квадратиками но по мере продвижения от шлифовки мастерства мы пришли на тот уровень что компьютерного персонажа мы уже визуально отождествляем словно он живой то есть как каждая крупинка у него на лице прорисована приблизительно так за миллиарды лет наш скафандр менялся от огромных пикселей в виде огромных камней небесная канцелярия оттачивала свое мастерство и создавала для нас это более верный скафандр но я главное подчеркну что не стоит тут я сейчас озвучил не стоит это воспринимать что именно этот вариант вариантов существует неисчислимое множество дайте боги хоть в этом отрезке сантиметровом хоть чуть-чуть разобраться не я вот лично всегда говорю а какое практическое применение может быть определенным знанием которые мне задают там как отколупнуть солнце или как пробить купол где но это именно наша да это славянская менталитетная чтобы чтобы познать мир на начале надо как ребенок игрушку разломать и потом все внутри посмотреть это такой пытливый наш это ну слава откуда скафандр пусть сообщит мы-то знаем откуда он а вокруг да около сергей акип хороший человек не может успокоиться а какое отношение тор имеет к тампельерам извини да перенесло но вот то самое слава вот твоя модель и твоя интерпретация полностью совпадает с моей я рассказываю то же самое что и ты только другими словами вот я рассказываю так река времени река времени на ее берегах сначала это самая кристаллическая жизнь образовалась и если нашу вот допустим славу ту или современное название днепро взять туда вот она река времени и по ее берегам сначала минеральные формы жизни и кстати трогать нельзя вот и а потом уже значит на этих минеральных формах жизни значит реке ти махи лишайники а потом значит уже это самое там флора фауна а потом был биоциноз в целокупности а люди являются интерфейсом этого биоциноза то есть люди это тот пульт управления через через который как бы можно как через компьютер через людей подключаться к высшему подключаться к творцам созидателям вот у меня такая как бы самая концепция это ты рассказал абсолютно то же самое я к темплиером никакого отношения не имею вот в интернете у них там 70 или 80 книг русских тамплиеров и вот в частности славяно-арийских видах книга света это одна из книг тамплиеров которая напечатана этим шрифтом руническим шрифтом вот я же к ним никакого отношения не имеют и даже не знаю чем они и как занимаются я вот единственное что в украине значит прошел базовый курс обучения заочно в янском ордене зодиака в них очень интересная космогоническая концепция там 17 базовых лекций за каждую нужно платить и переход на следующий уровень после отчета угадал не угадал как в этом в едином государственном экзамене тогда тебе следующую дают лекцию вот у них концепция что вот вселенная мир из полевого вида в материальные там триллионы лет становилась но моя концепция что без человека вообще времени не существует и реки времени не существует поэтому у меня просто и я слава смотрю на мироздание просто с другого конца потому что людям удобнее смотреть на себя как на муравья который по миллиардам лет ползает вот я вот я уже говорил сейчас я заканчиваю болтовню свою значит вот у меня ли это исчисление сотворение земли нашей мир гард земли 6 миллиардов 250 миллионов 7500 7500 25 но сейчас люди обрезали что проще они эти 6 миллиардов 250 миллионов не говорят они говорят 7525 вот от сотворение мира звездном храме и так далее но это это год такой был вот а 6 миллиардов и 250 миллионов откинули а для меня это не череда лет то есть это не надо сидеть 6 миллиардов 250 миллионов лет чтобы человек появился а для меня это как ячейки памяти как не освоенные ресурсы то есть человек способен регрессировать и он способен черпать информацию и из любого лета то есть вот как фильме старта стартрек по саге джима роденбери значит михаила из из рода медведя там на вайт мари набирается звездная дата определенная там в начале каждой серии говорится звездная дата такая-то и и череда цифр идет то есть на пульте управления набирается такое то такое то лето и они оказываются на определенной планете плане существования в определенной ситуации и решают там определенную игровую задачу вот я так ли это исчисление как бы расцениваю потому что это людей как бы расхолаживает людям говорят ядерная война была 200 лет назад они говорят ну и что а если учитывать что и 200 лет и сейчас существует одновременно то людям уже как бы надо чесать в затылке вот таким образом да то есть я прошу прощения вот нам говорят что вот это так называемая русская зимушка зима это же я это же ядерная зима то почему война то 200 лет то я не никак не пойму почему она 200 лет назад то было у меня сейчас мороза стоят за тридцатку это ядерная зима и где вот как говорится эти хлопушки ослабевают то как бы говорят вот это потепление вдруг наступает кстати слава ты обратил внимание первое заявление громкая трампа нашего трамплина значит заключалась в том что он официально отказался от концепции глобального потепления и у него да да и у него первое вот первый разговор его был с нашим иньским путем не о каких-то там значит этих эфемерных вещах типа отмены санкций вот этих наигранных а а именно они обсуждали ну как бы глобальные вопросы у нас есть такое телевидение рен тиви я сегодня утром его включаю там говорят трампа под то есть америку раньше обаму поддерживали рептилоиды а путина нордическая раса вот в какой плоскости идет противостояние и в том числе и там и в украине и в сирии так далее и кто сказал что нам сейчас вот это хлопья снега на голову сыпется их происхождение вот кстати сегодня ночью у меня сражение шло вот надо мной здесь вот в жигулях это так называемое акустическое оружие гул стоял такой а акустическое оружие оно может проникать в толщи как бы земли и уничтожать эти объекты глубоко как бы спрятаны здесь у меня воском утесе допустимо бункера бункер этого инского пути и вот на одним значит над этим бункером шло сражение то есть все сейчас все здесь и сейчас происходит и нету никаких 6 миллиардов лет назад это всего-навсего ресурс ресурс нашего круга олега круга лето потому что время и пространство это только категория ума вот и все смотрю он антон солнечная испания с нами привет антон с новым днем трамп ну лично я жду когда rntv хотя бы посмеется использует словесный оборот просто словосочетание сотовая земля сергей яким путин инский путь пусть подсказывает же почему кай браузер запустился и все закрыл путина поддерживает норскую путина поддерживает норская раса идет идет тотальное уничтожение народа в руси кто не согласен это вопрос туру или вообще вот вчера я буквально вставлю до прожить 5 копеек лучше лучше тогда свои пять копеек вставлю как бы вот вчера у меня был урок мы конкретно разбирали кто враги людей и сколько людей и вот мы насчитали вчера рептилоидов аквоидов инсеп и инсектов арахноидов и приматов и вот мы каждый вид враждебные людям как бы вчера разбирали но они как бы все местные потому что сота она настолько непреодолима насколько значит люди как бы не смещают свою точку сборки вот поэтому весь этот зверинец здесь вот и я я не не потому что люблю путина или я люблю трампа а для меня это вообще как бы как вот слава отлично говорит информационные пиксели для меня это просто имена нарицательные как бодхит харма вот если мне показывают 77 каких-то персонажей под под общей аббревиатурой путин я же не не буду разбираться то кто из них с выпученными глазами кто-то спученными у кого калмыцкое лицо значит кто не может двух слов связать а кто по немецкий шприхает мне это не надо для меня это просто как образ вот и все а не то что у меня какая-то привязанность каким-то этим самым течением а людей мы вчера по пальцам вообще считали и в том числе мне очень приятно общаться здесь потому что как бы здесь я например вот у славы чувствую себя дома и в своей тарелке и слава богам когда да анастасия на интересуется как понять например человеке или биорус оба тут как настеньке парченко это понять вот пусть это как бы ну смешным не покажется я одно время значит общался есть же такие существа у которых вообще биоскафандра нету и вот эти все ущербные какие-то вот эти и нло авт и вот эти значит которые там у них и форма тела то нет никакой и вот мне значит она она здесь как девочка как женщина вот и она мне говорила что они свои эти самые как бы биологические органы давно уже значит заменили на кибернетические и вообще потеряли как бы свою землю свой свою биосферу и вот они сюда прибыли и вот значит христа ради пустите разместите и так далее то есть на самом деле наш этот самый биоскафандр это не просто как бы какая-то лишние детали или или временно это большое достояние но мы и потому что другие существа не например мечтают чтобы в человеческое тело залезть но что собственно и происходит вот а мы как-то вот с учениками разбирали несовершенство нашего биоскафандра да он у нее у нас очень много этих тонких мест у нас коленки не в ту сторону поэтому мы не можем это самый как кузнечики прыгать вот я не смеюсь у нас вот эти вот трахеи наружу у нас любая ротация в шейном отделе позвоночника мгновенную смерть вызывает вот то есть это очень слабые места родничок у нас фактически не зарастает всю жизнь там с лезвия бритвы кость вот у нас только одно сердце осталось у нас сейчас в организме никто не перекачивает лимфу никто никто не перекачивает венозную кровь и когда у нас было два сердца еще в моем детстве значит рождались такие люди но их сразу в поликлинику для опытов как бы сдавали одно сердце отдыхало второе работало и жизнь два раза дольше была не как физиолог павлов говорил 150 лет и смерть раньше считалось насильственный то есть двойной запас был значит вторая печень выродилась в селезенку вот значит второй желудок выродился в поджелудочную железу но кое-какие парные органы у нас остались там у нас в нашем биоскафандре много прорех и постольку поскольку люди как бы не занимаются своим развитием то вот это появляются различные как кардиостимуляторы вот в сердце там как этот хирург амосов говорил громадные эти известковые камни и прочее прочее поэтому кто мыслит тому как грится боги здоровья дают и вот у нас же есть еще и свой этот самый термоядерный реактор холодного синтеза который находится у нас под правой ключицей это где энергетический центр лада вот у нас находится если люди будут его развивать если люди будут его чувствовать то у них появится двойной резерв резерв в организме а люди деградировали настолько особенно молодежь как только им начинаешь про тела рассказывать они это это эзотерика это оторвано вообще от жизни она к нам никакого отношения не имеет мы только есть кости и мясо и так далее а наше сознание это продукт деятельности нейронных связей в мозгу и тем самым люди конечно себе обрекают вот на такое жалкое существование и никакой путин нас нас истребляет а люди просто перестали развиваться вот у меня на такое восприятие ну а почему люди перестали развиваться на на их морок вели это заблуждение а кто 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 ввели ну блин рептилоиды там какие-нибудь не ну кто как это у нас подъездах то у нас выкручивает лапать лампочки в подъездах то нам рептилоиды какают в подъездах у нас путин я захожу и воняет рептилоидами сразу я ценю ваш юмор 5 баллов у меня знаете у меня знаете папа все время говорил нас душат жиды я говорю папа покажи мне кто нас душит то у нас в парадном оторвал двери украл все электросчетчики значит выбил все лампочки и оставил и накидал у нас шприцы на каждом этаже я говорю кто это ну сами же сами же люди наверное не ну это понятно ну людей же кто до этого довел не сами же они дошли до этого вы знаете я не считаю себя жертвой вот я считаю что от меня зависит навести порядок в своем подъезде независимо от того кто это аквоиды рептилоиды инсепты или еще кто или гомосеки я должен взять топор и сказать что мой бог бог тор сказал мне сын мой возьми топор иди наведи порядок и возьми все что тебе надо вот когда люди будут так рассуждать когда у нас в украине не будет мирных жителей а будут войны тогда и будет как бы там порядок но то же самое я и про россию говорю вот сейчас сериал викинги у них народ отмобилизовался за десятки за десятые доли секунд от мало до велика все брали оружие сражались им было все равно кто это пришел мне особенно знаете нравится такие фантасмагории как викинги против пришельцев можно можно было сказать что вот к нам пришли пришельцы и значит поднять лапки вверху они отрыли свои томогавки и начали сражаться вот только и всего прикольно знаешь слава мне еще очень импонирует значит фильм ковбои против пришельцев там значит прилетели копают полезные ископаемые а тут хлопцы на на конях с этими свинчестерами с кольтами им сумели противопостоять но честь им и хвала вот это при пример для подражания людям ведь кто нас угнетает нас никто не угнетает абсолютно кроме и нашей собственной лени и неорганизованности у нас как как вече славянское собираются одни лица библейской национальности почему почему нас возглавляют всевозможные вот эти маргиналы у нас что этих как бы глаз нет что ли вот кстати говоря классовая борьба это умение распознать какого класса существо или у нас же у нас же путь млечных перунов путь мы же млекопитающие то есть для нас другие классы являются враждебными которые в нашу и конечно заползают там пресмыкающиеся насекомые там ракообразные и так далее почему мы их сюда допустили у нас же перунов путь у нас вон это путь млечных над головой каждый раз мы выходим смотрим на него и вот когда он начнет вращаться мы как бы наши вайтмара и полетит и мы будем развиваться но а вы знаете как в этой западной литературе или как вот шимшук рассказывает наш нас и микробы оказывается поработили нас и какие-то кристаллические формы жизни поработили ну а почему у нас почему мы этого допускаем где наш иммунитет а потому что начиная с людьми разговаривать вот с белыми ребятами я выхожу на улицу они отворачивают лицо им это не надо а вот эти пассионарии которые от от Сахалина до Калининграда от Норильска до Краснодара нас заполонили им интересно они занимают нашу и конишу вот и вся как бы это самая причина просто надо проснуться взять топор идти наводить порядок образно говоря но у нас же как это же получается кто пытается свою семью прокормить тот и ничего ни о чем больше не задумывается правильно а тот кто уже меньше об этом ну меньше совершенно с вами согласен совершенно с вами согласен я даже вот на примере своих родителей вижу что после девяносто первого года люди превратились в животных я совершенно с вами согласен но не все же да не все же то есть как бы орки орки и дрота у нас всегда остается для сопротивления и даже вот я говорю старая вера жива пока жив хоть один старовер и люди людская пока есть хоть это самое пара людей которые могут зачать себе это самое свое потомство и заботиться о выживании своего биологического вида а не а не плодить здесь толерантность и устраивать всех кого не попадя у нас просто мне кажется чтобы больше людей проснувшихся было надо избавиться от бабок от денег которые от которых все зависят а вы знаете это очень очень скоро произойдет когда вот этот сервер федерального значит фонда Соединенных Штатов Америки значит обесточится а деньги и так исчезнут и будет мена и вот эти золотые слитки и вот эти миллиардеры себе будут в одно место засовывать так оно и будет ну да скорее бы это ведь смотрите ведь смотрите ценности что имеют ценности имеют не ассигнации а ценности имеют продукты питания да там семена семенной фонд чтобы посадить там урожай собрать допустим или предметы обихода вот что имеет ценность то а деньги то они сами по себе никакой ценности не имеют хотя сакрально если разобрать деньга это дневной путь ну то есть что человек за день сделал как бы своими руками я еще когда учился в институте закончил 182 году мне говорили на кафедре политэкономии что в сша значит фермеров 2 процента рабочих 17 процентов а остальные там образно говоря 80 процентов это офисный планктон который перераспределяет вот эти материальные богатства которые произвели фермеры и рабочие своими руками вот и у нас то же самое и в украине то же самое и в белоруссии и как только как бы ну люди возвращаться себе ценность именно не что ты умеешь говорить а что ты умеешь делать вот и как бы ведь труд же делает из обезьяны человек образно говоря ну да у нас почему-то происходит такая ситуация что ручной труд уходит на второй план это извиняюсь привет олежка я хочу это зачитать это это кстати кто-то скажет зачем по чужим форумам лазить зачитывать есть середняки которые не знают какому лагерь это обязательно надо это этот юмор зачитывать чтобы им они реально задаются вопросами это и надо им помогать вот на форуме асгард где про землю там рассказывает и и илья пишет я обратил внимание что рахман тор представляющий представляющийся как представитель рахманской рахманской традиции имеет три разных голоса кунгурова почему-то не смутило там два разных голоса было у рахмана в разных видео рахман вы можете сказать почему у вас три разных голоса и кунгурова не смутило ну если шуткой в разных образах да у нас же у белых людей есть искусство катагаси или ниндзюцу то есть мы должны мы же в оккупации да мы же на войне поэтому мы должны быть уметь как бы со всеми разговаривать на их языке с правителем на их языке светском там допустим или они или там они по фене ботают вот и в зависимости от того с кем как бы говорю поэтому у меня интонации и ужимки и гримасы меняются и так далее я я шучу но в этом есть доля правды вот наша как бы эволюция отношений с алексеем сначала он говорит в эфире это мой наставник и учитель потом говорит что я с тобой не с не во всем согласен но это мой друг а сейчас он говорит что это друг моей собаки вот поэтому я как бы если бы у меня была хоть капля ЧСВ я бы наверное надул бы губки а вот сегодня мы с ним в очередной раз запланировали встречу поговорить по истории но если сложится поговорим вот я считаю это будет полезно и его аудитории и моим ученикам вот и все давай Олежка жги хорошо мне ну ладно тогда Марина спрашивает скажите кто с кем воюет где вообще войны мы сидим у компьютера и реально тупеем с каждым разом есть какую-нибудь возможность ответить а надо у компьютера развиваться а не тупеть поглощать информацию разную ну да это же как бы ну обоюдо острое это самое ну оружие нам создал пентагон эти самые там зеленые человечки интернет ну благодаря этому мы имеем возможность общаться это же хорошо чем этим не пользоваться ну да было очень трудно знаете когда трафик очень был дорогой когда у нас там еще эти наши пни были там с одним ядром и так далее а сейчас вообще ну никаких проблем столько программ значит я вот свои вебинары в программе уву провожу вот постучу по дереву прекрасная программа до двенадцати этих самых видео изображений доску мою видно пузо мел то есть все все видят как бы и так далее почему мы же ты в каком городе преподаешь в каком городе преподаю я живу в поселке ширяева в самарской луке вообще мой дом как бы моя это самая фазента а общаюсь в интернете дело в том что когда мы староверы собираемся больше трех третий уже как бы из чека поэтому приходится пока тема ушла это марине хочу серьезно ответить марина благодарите богов и предков что вы не оказались в эпицентре войны я сейчас на полном серьезе говорю за последние 200 лет в нашей ячейке война не прекращалась ни на один день это не фигура речи каждый день наши ячейки на войне гибнут взрываются разрывают на куски это большое количество людей ежедневно ячейка наша не настолько большая и эти трагедии происходят грубо говоря каждый день и это даже можно отследить и даже с помощью нашего интернет интернета турнет интернета который эту информацию в развернутом виде дает то есть если задаться целью создать хронологию событий приблизительно с 1812 года по нашему стилю вплоть до 2017 вы ужаснете что войны идут постоянно и не прекращаются передаю слово совершенно как как говорили мои начальники воинские совершенно в дырочку значит вот допустим я воевал в перу в этих в двухтысячных годах там правительством контролируется только два процента территории остальное остальное значит 98 процентов так называемые повстанцы кто об этом знает вообще я воевал допустим на филиппинах там вообще это называют партизанским этим самым архипелагом или вот допустим все мое детство прошло под речи из матюгальника о вьетнамской войне там только американцев было 1 миллион 250 тысяч человек вот масштабы того что как бы постоянно ну происходит и когда нам говорят что там в Украине российских войск нету или допустим в Сирии только там эти китайские наблюдатели из России находятся это же не правда крупномасштабная война постоянно ведется и причем если посмотреть на вот этот несчастный Алеппо люди это же ядерное оружие это никакими я как вам как профессиональные военные авиаторы говорят и никакими обычными средствами таких разрушений не это самое как бы не достигнуть поэтому совершенно верно это не не прекращается ни на минуту ни на секунду то есть это способ решения вопросов здесь вообще вот такой принят пока российская вот это эскадра значит из Сирии вокруг там этой Европы и Великобритании там в свои порты заходила так там сколько там конфликтов было и перестрелок а кто об этом знает вообще никто там два российских два российских самолета сбили например и молчат и пару лодок этих подводных потопили и что а вот я не я не пошутил когда сказал что у меня сегодня этот бункер Путина уничтожали здесь в Волжском утесе у меня вообще даже и улыбки нету это на самом деле все происходит я допустим даже не смеялся я верю в это все и вот смотрите да у нас эти электросети у нас же не даром 50 герц это же дельта ритм мозга то есть нам моделирует постоянно транслируют мне перед вы перед выборами в Государственную Думу по-моему 18 октября шла трансляция ночью я я просто вот ну от души смеялся что Путин свой парень я нахожусь во дворе какого-то ветшалого дома и он с мусорным ведром выходит на помойку и разговаривает с людьми вот можно сказать что я это самый дебилы шизофреник ну а когда я допустим перед визитом Лукашенко в Гомель ехал на поезде в сторону Гомеля значит мне всю ночь шла трансляция что вот такой хороший хлопец парень батька приедет в ваш город значит вы тут ребята поднатушьтесь и выбросьте все дурно из головы и когда нам показывают какую-нибудь глушилку стоит человек и говорит вот глушилка психотронная стоит значит потом ни этого человека ни этого ролика почему-то не становится где-то осенью 2008 года еще это все есть это все происходит а в Америке кстати там 60 герц частота сетевая то есть у них у них этих рептилоидов мозги по-другому как бы настроены у них своя там модуляция трансляция идет в Японии в Японии 60 герц и вот это телевидение кстати говоря вот телевидение повышенной четкости да там тактовая частота и не буду врать там она вот у нас частота кадров 50 герц это умноженное 25 кадров значит на 250 а у них там вот телевидение повышенной четкости там где-то ну за тысячу герц то есть там уже более фрагментарно более конкретно можно на сознание влиять и у нас же не зря подписало в России правительство о тотальном внедрении телевидения повышенной четкости то есть откуда откуда ты знаешь что у них повышенная четкость ну здрасте так оно и есть что у нас пал идет сигнал а у них подождите подождите пожалуйста минуточку я живу я живу в России всю свою жизнь у нас кроме 12 каналов больше нет ничего повышенной четкость не у нас 50 герц а у них 60 все правильно ты не поставишь себе прикольный модем и не подключишь себе прикольный провод например у нас я не знаю с кем имею честь там это дискуссировать Андрей Андрей вот смотрите значит у нас губернатор Самарской области товарищ Меркушкин подписал эту программу внедрения у нас аналоговое телевидение вообще как бы уходит в лету оно на бюджете находится а вот эти телевидение повышенной четкости на грандах зарубежных то есть я за что купил за то продал зачем мне выдумывать не но оно так и есть у нас тоже вот в Украине получается с восемнадцатого года аналоговое уходит в лету только цифровое вот и все я когда институт заканчивал связи в восемь и втором году значит я слушал лекцию отца импульсно-кодовой модуляции еврея Гуревича и он говорил что аналоговые цифровые системы передачи должны 50 на 50 развиваться но аналоговые как бы средства сейчас уходят в лету потому что цифровые более изощренные насчет воздействия на сознание то есть можно запаковывать вирусные программы очень скрытно и в больших количествах вот и увеличение самих числа каналов и так далее и так далее я думаю это очевидные вещи как ведь цифра ведь конечно ведь цифра это самый действенный способ управления двоичная система то есть люди начинают мыслить в категориях да нет то есть у них вместо богатого внутреннего мира или отрицание или восторженный идиотизм а между этими состояниями как бы и градациями стало доброго времени суток сотовчане доброго это Андрей еще один такой вопрос хотел спросить по-моему если не ошибаюсь из Тольятти есть такая Светлана Лада Русь знаете такую персону конечно это моя моя землячка да что скажете такого мнения ну она она сейчас это самое ну свали познаю ну прибалтики ушла у нее этот самый особняк недалеко от моего скромного домика вот она открыла центр развития человека я считаю что чем больше центров развития человека тем лучше я даже никогда к ней не входил не вникал вот там секта это не секта я всегда говорил что каждый человек он из своего сектора а моя секта это не мой узкий круг моих почитателей которые слюной капают и смотрят мне в рот а моя мой сектор это мой род мои родичи мои родители мои дети вот это моя секта и я живу для того чтобы исполнить долг перед своим родом вот и все и это в моей присяге моего ордена на староболгарском значит чтобы вэкну тяжету родаим готити новокосмо для то есть чтобы выполнить свой вечный долг перед родом для этого я и живу только и всего свинтор правильно у меня свинта она супруга а я тор ну тор хорошо я вам нет можно я скажу и когда ну люди парой живут поэтому вот такая аббревиатура появляется можно да да говори свинтор вот такой просто банальный вопрос вы я может просто не слушал что-то там лишние какие-то свето практики или что-то там что-то это меня зовут стародуктов Андрей Андреевич мне 25 лет проживаю в Валашихе грубо говоря Блаххин в районе я очень много слышал вот обо всем что вы говорили очень 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 много в точ�-в-точь точность до миллиметра у меня не возникает как бы такого вопроса у меня возникает только один вопрос как в каком направлении вы собираетесь двигаться что вы собираетесь развивать и зачем вам это вообще не скромный вопрос можно вам задать вы себя хорошо чувствуете вообще сейчас то вполне у меня просто грипп у меня горло болит друг я смотрю что вы ну я ехали плю но это это вопрос как бы ну мировоззренческий гносеологии вот я считаю целью своей жизни тут только что то что я вам сказал выполнение долга перед своим родом вот и все вот что мной движет и что как бы это самое я делаю а вы можете предсказать свой рон до седьмого колена так дело в том что нашему миру вообще вот этому дискретному очень и очень это самое немного лет и вообще вот я слышал я слышал это сам теорию реинкарнации да значит по моим сведениям рот это пятое пятое колено через четыре то есть фактически значит образно говоря дедушка нянчает свою внука потому что знает что это его будущий отец и вообще православие это наука о перевоплощении душ и для этого давались имена светотканные коды проводилась именно речения и проводилась окличка ну то есть это в лама изме сейчас осталось там далай-лама 14 это одно одно и то же существо вот и у нас и для отождествления были метрики где были отпечатки ладони в ладони рук и эти самые какие не не паспорта метрики у нас были вот и отпечатки этих самых стоп ног и то есть вот родился ребеночек и там слепнули ладошку а это иван иванович пришел вот так вот было поэтому наша жизнь на самом деле она очень жесткая детерминирована вот таким вот образом можно вставить слова дальше уже после вас в общем нет да это все хорошо но где это дальше то написано никто не знает свой род дальше не я мои друзья никто дальше не знает чему и я не знаю я не знаю потому что мой дедушка марк максимыч гаценко это я сам вот и все а какое-то это еще седьмое колено это его я тоже так могу сказать мой дедушка верни мой прадедушка это я упакам но она значит она значит так и есть причем здесь боги на чему все время должны прийти те кто подать нам ручку то я вот не понимаю ну люди многого не понимают ну да люди глупы люди скот скоты скоты это шотландцы вы им только так не говорите нет я не говорю я говорю просто истины которые многие говорят но говорят очень умными словами что очень многие люди не понимают я вчера написал чате мой пример не всем в пример никаких проблем я не спорю я вам я вам вообще по-моему вы не здоровы да по моему вы не здоровы вам надо отдыхать по моему вот и как бы ну непродуктивный у нас с вами я хотел тут добавить я перед тем сейчас секундочку я просто хочу это человек видит много иногда и понятно то есть андрей получается как бы происходит ситуация то есть из-за твоего больного горла допустим определенного того человека собеседника может сложиться пись и впечатление такого плана я сейчас немножко передергну ты просто пойми что это как со стороны выглядит допустим ну вот давай там выясним одни моменты то есть именно ты болен но есть люди которые не понимают что тебе просто тяжело говорить и поэтому тор он уточнял это ты именно так мазалишь или просто тебе первый раз уточнил я ему все сказал что у меня не я слышал андрей я слышал тебе тяжело говорить я понял это я для слушателей зрителей поясняю чтобы у них была тоже как бы картина полная вот и все доброго утра доброго утра доброго утра можно вопрос уже два человека в воплощенных посвященных от 2 их слышала что карма и реинкарнация это все туфта которую нам навесила матрица мы не обязаны здесь воплощаться бесконечно что после смерти нас еще и там ловят и там голову задуривают и навязывают какую-то липовую карму и опять сюда возвращают в воплощение здесь что думаете хочешь я тебе отвечу на этот вопрос сразу это туфта собачья как мы переселялись души в душу и переселяемся души душу потому что мы все души бог потому что бог когда создал все это он разлетелся по всей вселенной рассматривая то что он создал своими частицами мы есть частицы это все понятно а кто отвечает я вопрос тору задавал и славе отвечайте ребят слава тор ну я по старшинству может только ответить хотя он принципе все сказал насколько я услышал вот и на и на дело в том что это все в развитии это не значит что это колесо сансары тогда бег по кругу это у современного человечества бег по кругу по кругу а если дальше присягу моего ордена посмотреть там братья себя за точку то есть идет сначала сингулярность а потом и перечисляются пятьмерности пространства до пенности это же развитие это не значит что что мои потомки будут в таких же категориях утлых как я допустим сейчас рассуждать они будут точки зрения высших измерений как я понимаю высшие измерения своим утлым мишкам это видите суть вещей сразу со всех сторон мы сейчас с вами допустим когда разговариваем мы как бы только две стороны видим и поэтому у нас непонимание происходит а высшие измерения это когда комплексный подход и вот учение Вячеслава его надо именно с таких позиций и рассматривать нельзя его примитизировать и утилизировать и значит примерять каким-то вот обыденным примером я бы назвал его великим метафизиком он мыслит этими глобальными категориями и поэтому как бы если человек хочет его понять он должен стать таким же как допустим Вячеслав вот только и всего я поняла нет я не о том может я неправильно сказала что в нашей матрице даже высшие измерения тоже захвачены понимаете как высший план человек вот это Инна Инна я вам вчера объяснял а у вас родной язык какой русский а вот смотрите дело в том что опять и опять таки же да я вам вчера в чате объяснял но вы пропустили как бы мимо ушей матрицы же это материя а как а как можно подождите а как можно выйти из материи это то есть это в небытие что ли уйти аннигилироваться как можно из материи выйти я считаю это вообще путь в никуда выйти из матрицы из материи это наша мать это наша природа мать нет это я поняла мы мы же четко мы же четко от структурированы начиная от мельчайших частиц и включая весь наш организм и всю нашу и конечно весь наш биоциноз это понятно а как же нас тогда поработили может они вторую матрицу как-то накладывают на основную да никто нас Инна нас никто не порабощал вы вы поймите когда ну сопутствующие факторы несомненно есть да когда человек в состоянии стресса он борется за свое выживание и значит его эти самые паразиты ну одолевают ну а когда человек здоров эти паразиты же они никуда не деваются просто у человека есть иммунитет вот экономическая ситуация у нас такая что люди выживают у них они считают эти самые как бы копейки недоразвитие вообще они думают вот как вот как вот этот день как бы это самое прожить как все эти у нас у нас знаете вот эти депутаты 25-летние девочки в этой в самарской думе нарезали нашему этому русскому народу здесь прожиточный минимум вдумайтесь 3800 рублей вот что с этими девочками делать куда их отправить в какой анигилятор а у них значит у этого у губернатора у меркушкина он уже вышел на пенсию у него пенсии 450 тысяч и зарплаты от государства еще и и и и и и и Продолжение следует...